Мария Манич. Борись за мою любовь. Первая глава. Ты скажешь мне никогда, но никогда не поздно. Джарахов, я в моменте. Пап, я приземлилась. Прижимаю телефон к плечу и беру тяжелый чемодан с багажной ленты. И багаж уже получила. Ставлю его на колесики перед собой и скептически оглядываю снизу вверх. Он огромный и практически неподъемный. Пожалуй, я погорячилась, взяв столько вещей всего на два месяца. Очень хорошо, Даша. Ждем. Пап, Аленка не слышит тебя. Понижаю голос до заговорщически тихого, как будто сестра может оказаться в шумном международном аэропорту вместо своего праздника. Не хочется испортить ей сюрприз. Ведь ради нее я пролетела половину Европы и оказалась в родном городе, из которого уехала несколько лет назад. Не каждый день тебе исполняется 10 лет. Поэтому мы с отцом и мачехой решили сделать Аленке такой подарок в виде меня, являющейся на ее праздник сразу из аэропорта. Еще утром сестра получила от меня видеопоздравление из Франкфурта и курьера с подарком под дверь. А сейчас, спустя каких-то 8 часов, я уже готова сделать последний рывок и оказаться на пороге загородного дома своего отца. Он предлагал меня встретить, очень настойчиво. Я отказалась. Возьму такси и буду смотреть в окно, изучать, как изменились родные места. Я выросла в городе Энн. Была здесь счастлива и не очень. Последний год жизни здесь дался мне тяжело, но потом за моей спиной снова расправились крылья, которые когда-то мне подрезали. Долго жившая в моей душе обида угасла. Обида на человека, причинившего мне столько боли, и на место, где это произошло. Три года это много или мало для того, чтобы забыть любовь всей своей жизни и начать жизнь с чистого листа? Нет, конечно. Я на кухне, а она в саду с гостями. Устало, говорит папа, и я представляю, как он смахивает капельки пота со лба. У них там анимация, шарики, еда и все остальное. Я там совершенно лишний человек. Прячешься? Не могу сдержать улыбку. Папа, большой тучный мужчина, бизнесмен и суровый руководитель десятка человек, сейчас оказался в буйстве розового цвета и единорогов. Толпа десятилеток разносит его дом, а он, кажется, весьма спокойным. Можно сказать и так. Перевожу дух. Тут пятнадцать девчонок примерно одного возраста, и, судя по прибывающим гостям, это еще не предел. Спокойно произносит отец, а потом говорит в сторону. Нет, в этом стакане не яблочный сок, Люда. Поставь на место и отойди. Прощаюсь и, нажав отбой, выхожу на улицу. Там накрапывает мелкий весенний дождик, и я втягиваю воздух полной грудью. Я дома. Мне было хорошо в Германии. Адаптации после переезда я почти не ощущала. Единственный дискомфорт доставляло слабое знание языка, но и его я со временем подтянула. Во Франкфурте, где по контракту работал мой отчим, остались мама и мой маленький полуторагодовалый брат Алекс. Мама была ужасно смущена, когда пришла ко мне с этой новостью, зажав тест на беременность в кулаке, а я была очень рада. Я уже выросла, и ей явно не хватало еще одного маленького человечка, о котором можно было заботиться, которого можно было целовать в макушку. Скоро буду, целую. Взбрасываю звонок и загружаю приложение такси. В Германии остались не только моя семья, друзья и знакомые, но и Фил. Это расставание дается мне труднее всего. В груди тянет тяжелым грузом, когда думаю о своем русском немце. Аэропорты и самолеты – это наше место, и сейчас мне его особенно не хватает. Он больше никогда не сможет полетать со мной, но остался ждать меня в нашей немецкой квартире. И я обязательно к нему вернусь. Привет, малышка. Как дела? Филипп обожает аудиосообщения. Мурашки бегут по телу от его приятного баритона, и я на мгновение жмурюсь, представляя, что он рядом. Сидит со мной на заднем сиденье такси и травит свои шутки. Обычно от смеха рядом с ним у меня начинают болеть ребра. Это ведь так легко представить, если забыть о расстоянии, времени и просто наслаждаться его голосом. На работе полный бардак. Хочу быстрее оказаться рядом с тобой. Улыбаюсь. Два месяца – самое долгое наше расставание с того самого момента, как почти три с половиной года назад мы оказались с соседями в самолете. Мой лучший попутчик, мой лучший друг. Самый замечательный человек из всех, с кем я была знакома. Иногда судьба что-то забирает у нас, а потом неожиданно щедро одаривает. Фил – мой дар. С Филиппом Ламсом мы познакомились в день моего отлета из России. Три года назад мое сердце было разбито на миллионы мелких осколков. Моральная боль была настолько сильная, что начала перерастать в физическую, и мне казалось, я начинала сходить с ума. Вдали от дома в другой стране должно было стать легче, но не становилось. Было слишком много одиночества, особенно ночами. Тогда в мою голову лезли самые разные мысли, зачастую ничем хорошим они не заканчивались. Мне очень помог со всем этим справиться мой новый знакомый. Его жизненная философия была мне близка, его шутки меня смешили, а то, что на внешность он был просто красавчик – так маленький приятный бонус. «Привет, Фил. У меня все в порядке, уже в такси. Здесь капает дождь и пахнет маем. Скучаю». Наши переписки выглядят странно. Его аудиосообщения и мои смс-ки. Я не люблю свой голос в записи, поэтому по старинке пишу ему сообщения, стуча пальцами по экрану телефона. Отправлено. Не доставлено. Убираю телефон в карман толстовки, рукавом протираю запотевшее стекло и смотрю на улицу. «Пятница, пробки!» – бормочет дяденька-таксист. «Если свернуть направо, то можно объехать по короткой дороге. Говорю я, а потом быстро исправляюсь. Раньше можно было». «Ха!» – кряхтит водитель, устраиваясь на сиденье поудобнее и бросает на меня взгляд через плечо. «Давно в городе не были. Там сейчас торговый центр построили вместо дороги. Проезда больше нет». «Давно», – соглашаюсь я и возвращаюсь взглядом к окну. Возможность приехать всегда была, но больше сюда не тянула. Жизнь в Германии закрутилась, завертелась, взяла в оборот. Прошлое поблекло, а настоящее заиграло красками новых возможностей. Машина трогается слишком резко, отчего я валюсь на дверь и больно ударяюсь лбом об стекло. «Ай!» – шеплю я в панике, хватаюсь за дверную ручку. Мне казалось, я перестала бояться машины дорог. Уже точно не впадаю в истерику при виде автомобилей. Паника еще присутствует, но в основном, когда за рулем едет кто-то из близких. Иногда могу даже сесть на переднее сидение. Всегда пристегиваюсь и никогда не позволяю себе заснуть в машине. «Я чувствую себя не очень комфортно, потому что машины похожи на консервные банки на колесах, которые в любой момент можно смять». «Ямы!» – невозмутимо отвечает таксист, надавливая на педаль газа. «Мы наконец-то минуем светофор, который нас тормозил». Дом отца находится в черте города, в закрытом коттеджном поселке не для среднего класса. У них здесь огромная охраняемая территория и закрытый въезд, на котором долго проверяют номер машины и к кому мы приехали. «Родители развелись, когда мне было 10 лет. С тех пор у отца другая семья – молодая жена и две дочери. Мы почти не общались, когда я жила с ними в одном городе, но стоило уехать, и семейные связи наладились». Может быть, и верно утверждение, что родственников нужно любить на расстоянии. У ворот машину встречает отец. «Даша! Выросла-то как!» Я смеюсь, потому что последние лет шесть мой рост не меняется. Мы крепко обнимаемся, и он целует меня несколько раз в щеки, помогая достать мой багаж и пакет с подарком для Аленки. «Приготовься, сейчас заложит уши!» Говорит папа и толкает входную дверь плечом. Он не шутит. Виск стоит такой, что меня на секунду оглушает, а потом сносит с ног Аленка. От неожиданности плюхаюсь на пол, и сестра вместе со мной визжит, целует и обнимает. Я смеюсь, запрокинув голову. «Сюрприз, мелкая!» «Офигенный сюрприз! Мама! Даша приехала!» «Я еще и подарок привезла», — говорю я, кивая на валяющийся рядом с нами пакет. «Вау!» Интерес ко мне уже утерян. Аленка с головой нырнула в подарочный пакет. Я здороваюсь с мачехой, вручаю ей подарки из дьюти-фри, духи и конфеты. Отсюда стою из чемодана пакет с колбасками и сыром. Он радостно размахивает провиантом и удаляется на кухню в свое убежище. Взмахом руки приветствую толпу детей и оборачиваюсь в поисках второй младшей сестры Юли. Вместо этого натыкаюсь на серьезный взгляд темноволосой девочки. Она рассматривает меня с любопытством с ног до головы, задерживаясь на моих волосах, которые едва касаются плеч. Она кажется мне знакомой, но я сразу не могу понять, где могла ее видеть. Она приветливо улыбается мне и уносится с другими детьми вглубь дома. Я тут же о ней забываю. «Младшую куда дели?» – спрашиваю у Люды, жены отца. «Юлька не выдержала накала страстей и уснула», – отвечает она. «Идем на кухню, покормлю тебя». «Нет!» – вмешивается Аленка, дуя губы и виснет на моей руке. «Пойдем с нами, Даша, скоро будет торт, я тебе покажу все-все подарки!» «Руки помою и приду», – обещаю я. Постепенно все расходятся из прихожей, а я немного мешкаю, вешаю джинсовку в шкаф, задвигаю чемодан в угол, сбрасываю кроссовки и подхожу к зеркалу. В дверь звонят, но в доме стоит такой шум и гам, что слышу трель звонка только я. Устало вздыхаю и дергаю ручку на себя. Замираю, парализованная шоком. У меня начались приходы от таблеток. Как такое возможно? Что ему здесь делать?» «Привет», – говорит Кирилл. Его брови удивленно приподнимаются, копируя движения моих. «Даша?»